В Нижневартовске, а это значит снова в рубрике у наших соседей на нефтегазовом северо-востоке, появились новые подробности вчерашней зверской истории, в рамках которой полуторагодовалая бурая, чтоб не сказать в конец обуревшая медведица по имени Мишон, сбежала из своего вольера, стоявшего возле отеля Европа, где проживала в клетчатой однушке она и мать ее задагу, то есть жила с мамой. На улице авиаторов попугала местный народ, побегала на перегонки с храбрым типом, и апофеозом стала встреча Мишон с зеленым автобусом нефаза. Водитель автобуса Анатолий Семенов честно сознался, что пошел на ДТП с медведицей умышленно, чтоб значит спасти жизнь удиравшего от нее человека. По словам автобусника, он спецом полностью не оттормозился, хотя успевал. Он лишь слегка скинул скорость, чтоб не замолотить зверюгу на глушняк, а чтоб ее спугнуть. Возможно, рулевой нефаза реально спас беглому человеку жизнь. При ударе у автобусного бампера случилась небольшая вмятинка, но руководство АТП Анатолия Семенова похвалило, дескать, и человека спас, и зверя не убил, и автобус не слишком замял. Помимо автобусного регистратора, снявшего стычку с Мишон, в сети появились кадры, как спасатели службы спасения Нижневартовска и полицейские доставили малую медведицу обратно в гостиничный вольер. Вчера сообщалось, что полуторалетнюю хозяйку тайги будто бы усыпили. А, какой там? Оказалось, эти слухи несколько преувеличены. Силовики сумели загнать медведицу на территорию ближайшего предприятия Нижневартовск-Ремстрой, что там же на улице авиаторов. Зверя убедили зайти в помещение с дверями, и, судя по всему, там в Мишон стреляли усыпительными уколами. Три из них попали в цель, но медведица так и не заснула. Ну, чай весна на дворе, медведи просыпаются повсеместно. Как же тут уснуть? Видно, что два укола болтаются на левом боку Мишон, один на правом, а она, знай себе, бродит. Смотри, здесь может выйти. В итоге, к этому поводу, подогнали металлическую клетку. Мишон в нее зашла, клетку загрузили на эвакуатор, привезли к гостинице Европа и там пересадили малышку в родной вольер к маме. Хозяин Мишон, владелец отеля, от своего зверя уже отказался. Ну, что-то осерчал на него. И даже дал разрешение на отстрел. Но мэр Нижневартовска Василий Тихонов заверил почтенную публику, что Мишон убивать точно не будут. Он дал команду соответствующим службам найти лохматой девочке достойное место обитания. Что касается хозяина медведицы, то ему, скорее всего, высветилась административка. Ситуация с бегством медведицы была рукотворная и хорошо, что в этот раз обошлось без жертв.